Всем привет, с вами Луна. Я предлагаю создать серьги в виде кошки, сидящей на месяце. Для основы сережек я беру полупрозрачную бесцветную полимерную глину. Хорошо разминаю небольшой кусочек глины и смешиваю ее с щепоткой перламутрового пигмента серебряного цвета. Далее эту глину я раскатываю в пласт. Толщина пласта должна быть небольшой, примерно миллиметр-полтора, чтобы основа сережек у нас получилась немного просвещающейся. Беру каттер, который побольше, диаметром 2,5 см, и вырезаю два круга. Далее я беру белую полимерную глину и также раскатываю в пласт толщиной 1-1,5 мм, либо можно немножко толще. Тем же самым каттером я вырезаю также два круга. Затем я беру более маленький каттер и вырезаю сбоку часть круга так, чтобы осталась деталь по форме напоминающей месяц. Вырезаю из одного кружочка и такую же деталь я вырезаю и со второго кружочка. Теперь наши месяцы мы накладываем сверху на серебристые круги. Слегка прижимаем, смотрим, чтобы все было ровненько. Далее я беру черную полимерную глину и раскатываю в пласт той же толщины, что и в белую глину. Прикладываю шаблончик к кошечке и макетным ножом с острым кончиком я вырезаю кошку по контуру. Одна кошка готова, теперь я беру шаблон и переворачиваю его вверх ногами, чтобы вторая кошка была зеркального отражения по отношению к первой. И далее я ножиком прорисовываю лапки для кошечек и помещаю кошку на серьгу так, чтобы она как бы сидела на месяце. Слегка приглаживаю. На второй серьге точно так же. И делаем хвостик. Для этого черную глину раскатываем в тоненькую колбаску. Отрезаем два кусочка длиной примерно сантиметра полтора или чуть больше. Краешик слегка заостряем и немножко закручиваем. Прикладываем к серьге. Если слишком длинный краешик у нас оказался, то возле лапок его аккуратненько подрезаем. После этого придавливаем хвостик, чтобы он хорошо у нас держался. И таким же способом крепим хвостик и ко второй кошечке. Иголочкой мы прорисовываем глазки кошкам и носик. Теперь я скатала в колбаску диаметром 3 мм черную глину. И защипываю так, чтобы она стала у нас треугольной формы. Тонким ножом я часть колбаски разрезаю на небольшие кусочки. Это будут лепестки для более крупных цветов, которые мы будем укладывать на месяц. Оставшуюся часть колбаски я еще сильнее растягиваю, чтобы сделать ее более узкой. Из нее мы будем делать лепесточки для цветочков, которые у нас будут поменьше. Далее зубочисткой или любым стеком мы выкладываем крупный цветок примерно посередине месяца из 5 лепесточков. Затем можно выложить еще маленькие цветочки вверху и внизу месяца. Можно использовать только 3 лепесточка, а не 5, если цветочек не помещается весь. Таким же способом мы выкладываем цветочки и на втором месяце. Выкладываем их в зеркальном отражении в отношении к первой серьге. И далее мы запекаем наши серьги по инструкции к полимерной глине. Серьги запеклись, можно с ней продолжать работу. Если краешки получились неровными и немножко цепляются, можно их обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Теперь вверху мы просверливаем дырочку возле второго ушка кошки, которое более глубоко помещено в месяц. Если у вас нет маленького свернышка, то можно дырочку сделать до запекания. Просто аккуратно проковырять ее зубочисткой либо иголочкой. Для того, чтобы краска и лак на серьги у нас лучше ложились, я протираю их спиртом, то есть обезжириваю со всех сторон. Также протираю спиртом руки, чтобы когда буду прикасаться к сережкам, не оставлять на них жирных отпечатков. Далее черной акриловой краской я наношу на месяц узор в виде листиков, завиточков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Точно такой же узор в зеркальном отражении я наношу и на вторую сережку. Затем краской белого цвета я рисую глазки, носик и небольшие точечки ставлю в центр цветов. Когда краска высохнет, я надеваю серьги на зубочистки для удобства и покрываю их глянцевым лаком для полимерной глины. Лак я наношу как с внешней стороны сережек, так и с их обратной стороны, чтобы они у нас блестели со всех сторон. Также за счет лака проявится еще больше полупрозрачность основы сережек и они будут интересно смотреться на просвет. Ждем, когда лак полностью высохнет. И теперь осталось прикрепить фурнитуру. Я беру соединительное колечко диаметром 5 мм, разжимаю его, надеваю на него серегу, беру еще одно колечко, надеваю на него серегу с колечком первым, надеваю швензу и зажимаю. Вот такие у нас получились серьги. Таким же способом можно сделать не только серьги, но и кулон. Можно менять цветовую гамму, пробовать использовать разные перламутровые пигменты. Я надеюсь, эта идея вам пригодится, вы возьмете свою рукодельную копилочку и будете применять в вашем творчестве. Подписывайтесь на мой канал, ждите новых мастер-классов. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok